Перед зимними Олимпийскими играми в Южной Корее сборная Латвии по бобслею проводит тренировочный лагерь в Олимпийском центре Венспилс. Бобслисты тренируются в Венспилсе два раза в год – летом и зимой. На протяжении многих лет мы приезжаем в Венспилс летом. Сейчас у нас есть неделя до выезда на зимнюю Олимпиаду, и мы тренируемся. Мы тренировались здесь и перед прошлыми Олимпийскими играми в Сочи. Игры прошли удачно, мы подумали, почему бы не приехать еще раз. Тренировочный лагерь проходит под руководством Сандриса Прусиса и Яниса Озолса. Сегодня принимает участие 12 спортсменов. Несмотря на то, что в Венспилсе развита спортивная инфраструктура, трассы для бобслистам в городе нет. Однако бобслистам это не мешает. Это заблуждение, что в каком-то конкретном... В каком-то конкретном виде спорта нужно обязательно придерживаться всей специфики. Например, что бобслистам обязательно нужна трасса. Хоккеистам лед и коньки, а баскетболистам корзина или тренировки не смогут состояться. Напротив, мы выбрали именно Венспилс, чтобы отойти от специфики от будней, ото льда, эстакады. Захотели ненадолго отодвинуть все это. Через неделю-две мы уже будем в Корее. И все опять вернется на круги своя. Человек быстро привыкает ко всему. На протяжении многих месяцев одно и то же может разрушить психологически. Тренер утверждает, что это придает больше азарт. Обычно лагерь занимает две недели. Но на этот раз перед Олимпийскими играми спортсмены проведут Венспилсе неделю, а потом сразу отправятся в Южную Корею. Бобслисты активно тренируются два раза в день – утром и вечером. Но готовы ли к старту спортсмены? Еще не до конца. Остались маленькие нюансы. У нас еще есть время. У четверок есть еще почти четыре недели. Многие думают, что если до какого-то события остался месяц, то человека уже нельзя изменить. Человека можно изменить за два-три дня. Сейчас осмотрю на это положительно. Возможно, кто-то из спортсменов находится не в лучшей форме. Но время еще есть. Еще есть две-три недели. Можно работать. Всего можно добиться, если захотеть. А самое главное – тренироваться. Соревнования двоек в рамках Олимпийских игр состоятся 18 и 19 февраля. А четверки выйдут на трассу 24 и 25 февраля. В следующий вторник с бобслистами встретятся Айварс Лэмбергс и другие представители самоуправления, чтобы лично пожелать спортсменам успехов. Айварс Лэмбергс. Айварс Лэмбергс. Айварс Лэмбергс.